власть или скажем так государственное устройство а может быть разное вот иногда верующие ссылаются на библейские на опыт библейских там строение государством в основном монархия были цари и нужно было почитать но сегодня нет монархии ну по крайней мере в в нашей стране нет монархии президент это не монарх это не помазанник божий который передает свою власть от поколение в поколение монархия закончила свое существование в нашей стране именно в екатеринбурге здесь был расстрелян царь николай второй со всей своей семьей да и сегодня у нас другое государственное управление у нас президенты кто это такие это не монархи это не цари это наемные чиновники то есть это общество выбирает наемных чиновников губернаторов мэров президента страны которые за наши деньги за деньги наших налогов устраивают нам здесь в нашей стране жизнь это не их страна это наша страна мы их выбираем мы мы их перри перри переизбираем да и когда мы говорим вот об этом устройстве да если власть она действует именно в своих правах и в своих границах действует то по сути нормально когда власть она помогая гражданам то же самое время но помогает и церквам выделение там переземель до каких-то для строений христианских церквей в предоставлении каких-то возможностей для социальной работы социальных проектов репцентр там кормление нуждающихся людей и прочее прочее вот в этом в этом отношении это совершенно нормально если же церковь заинтересована во власти скажем так с корыстными своими целями да а власть со своей стороны с корыстными целями заинтересованным в церкви то возникает так называемая симония да когда рука руку церковь и государство и тогда уже не государство не получается нормального не церкви не по не выходит нормальный и тут конечно, важно разделять. Когда государство к нам относится в рамках своих полномочий, это совершенно нормально, это совершенно естественно. Мы не можем быть отделены от нашего общества и от законов. Мы же не только живем по законам Божьим, мы еще живем по законам нашей страны. Но когда мы пытаемся как-то использовать власть, а власть пытается использовать церковь, вот тогда всегда и для власти плохо, и для церкви плохо.